Здравствуйте! В эфире новости Карелии в студии Наталья Ильина. Я и мои коллеги расскажем вам о главных событиях этого дня. Также понравился музыкальный спортивный зал. Все такое новое, прям пахнет новизной. Сказка для детей. В Петрозаводске открылся новый детский сад. Понятно, что мы пока не можем автодром построить, но мы стали ремонтировать школы, мы стали строить школы. Планы по развитию республики Артур Парфинчиков ответил на вопросы будущих юристов и экономистов. Для того, чтобы у нас ноги напрягались и расслаблялись, напрягались и расслаблялись, чтобы у нас не было гипертонуса и чтобы у нас собака постепенно привыкала к ходьбе. История со счастливым концом. Собака по кличке Умка выздоравливает, по-прежнему верит в людей и ищет любящих хозяев. Лукоморье. Новый детский сад с таким названием открылся в Петрозаводске. Он рассчитан на 300 детей. Часть воспитанников входит в группу уже сейчас, остальные придут осенью. В дошкольном учреждении побывала наша съемочная группа. Одно из популярных мест воспитанников детского сада Лукоморье на улице Хейканина – горка на площадке. Но вне конкуренции все-таки песочница. Пока в дошкольном учреждении всего 50 детей. Это малыши трех лет. Сейчас у них проходит адаптационный период. Садик нам очень нравится. Очень импонирует, что он находится в шаговой доступности. Мы тут живем в Скандинавии, поэтому для нас это очень большой плюс. Нравятся группы. Все такое просторное, чистое, уютное. Оснащение групп замечательное. Также понравился музыкальный, спортивный зал. Все такое новое. Прям пахнет новизной. Проверить оснащенность детского сада и поздравить с открытием нового дошкольного учреждения воспитателей и заведующую приехал Артур Парфенчиков с цветами и подарками. Здание рассчитано на 300 мест. Группы до конца не укомплектованы. Основная часть воспитанников придут сюда только в сентябре. Все помещения детского сада полностью оснащены. Дети не обращают внимания на гостей. Они увлечены новыми интересными игрушками. Каждую сотрудники детского сада подбирали с любовью и заботой к воспитанникам. Очень рано задумались о том, как назовем детский сад. Лукоморье. Лукоморье – это сказочная страна. И мы стремились и будем стремиться к тому, чтобы дети проживали свое детство, оно уникальное, особенное, как в сказке. Следующий шаг после строительства основного здания – благоустройство прилегающей территории. Надо смотреть, надо проект делать, потому что улица сама по себе сейчас очень узкая. Надо думать, как нам здесь все это расположить, чтобы все-таки для машин было достаточно места, и они были безопасны, естественно, все участки. Ну и чтобы был тротуар, конечно. Потому что, в общем-то, мы обязаны это сделать, понимая, что здесь у нас и садик, и спортивный объект. Садик Лукоморье – пятый по счету, который строится по типовому проекту компании КСМ в Карелии. В столице региона все еще есть потребность в новых дошкольных учреждениях. Очередь в детские сады с каждым годом сокращается, но мэрия не хочет останавливаться на достигнутом. В том числе рассматриваем вопрос с помощью республиканского бюджета, с помощью республиканской власти и где-то выкупа помещений под обустройство малых так называемых детских садов. В частности, недавно фирма «Нова» к нам обратилась с подобного рода предложением. У них уже готов подключен детский сад. Сейчас в столице Карелии строятся еще два садика на улицах Хребникова и Чехова. По плану их должны сдать уже в конце ноября этого года. Татьяна Калиева, Станислав Шведов, Служба новостей. Завтра, 13 мая, открывается навигация по водоемам Северной Республики. На юге Карелии она уже открыта. МЧС Карелии напоминает нам о мерах безопасности на воде. Только с начала года жертвами большой воды стали 8 человек. Еще четверых ищут до сих пор. При эксплуатации маломерных судах, без жилетов, соответственно, люди находились на маломерных судах. Где-то пренебреги правила использования маломерных судами. Это могли вдвоем на один борт встать. В итоге кто-то оказался в воде, что также привело к летальному исходу. Поэтому жители Республики Карелия и гостей нашей Республики хочется предупредить, что необходимо все-таки соблюдать меры безопасности на воде. Основной мерой безопасности на воде был и остается спасательный жилет. Но важно помнить, что он спасет вашу жизнь, только если будет на вас надет. Он не стесняет движений и при этом не даст вам попасть в печальную статистику. Артур Парфинчиков встретился со студентами Карельского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, чтобы ответить на вопросы будущих юристов и экономистов. В ходе разговора речь зашла о планах по развитию Республики, новых проектах и потребностях региона в молодых специалистах. Студенты первого курса Академии Ранхикс представили настольную игру Карела Поле о собственной разработке. Она направлена на развитие навыков финансовой грамотности и сохранение культурного наследия Республики. В наполнение игры входит брошюра, в которой отображены основные сведения объектов, указанных на поле. А если кто-то захочет узнать больше, то в брошюре имеется QR-код, отсканировав который можно перейти на наш ресурс и получить более полную информацию. Проект студентов признали лучшим для масштабирования на всероссийском конкурсе инициатив Ранхикс. Сейчас ребята работают над грантовыми заявками, чтобы создать и передать игру в школу Республики. Начав диалог с главой, будущие юристы и экономисты задавали вопросу на тему сохранения и развития спорта в Карелии. Хотел бы узнать, возможно ли включение расходов по реконструкции картодрома в расходы бюджета 2023 года. Глава Республики ответил, что вопрос по автодрому поднимался не раз. Но чтобы сделать его реконструкцию, нужно привлекать средства. Вот мы поставили себе задачу в 2017 году в два раза увеличить доходы. Мы его выполнили. Это достижение. Наверное, достижение. Потому что за счет тех денег, которые мы зарабатываем, мы получили возможность все-таки решать. Ну, понятно, что мы пока не можем автодром построить. Ну, так реально. Но мы стали ремонтировать школы. Мы стали строить школы. Студентов интересовала тема газификации районов Карелии, потребность в молодых специалистах и ближайшие планы правительства по развитию региона. Основной задачей на будущие пять лет Артур Парфенчиков назвал увеличение доходов республики в два раза и создание условий для эффективной работы бизнеса. Он мечтает стать пилотом вертолета и хочет быть похожим на прадедушку. Стремится продолжить династию военных. Кадет Петрозаводского президентского училища Федор Акатов встретился с нашей съемочной группой и рассказал о подвигах своих родных, об их достижениях и собственных планах на будущее. Это что за явление? Разгирлей. Внук. Вот оно что. Тебя как звать-то, Егорыч? Иваном, товарищ залполковник! Федор Акатов, как и герой его любимого фильма о войне «Офицеры» Иван, из военной династии, старший брат и отец Петрозаводского кадета, военнослужащие. А прадедушка и прабабушка прошли всю Великую Отечественную войну. У меня дедушка вначале призвана в авиаполк, после этого пошел в контрразведку СМЕРШ и закончил войну в Кёнигсберге в здании лейтенанта. Прабабушка с самого первого дня призвана в медпункт, ну, в санитар, и там она закончила всю войну в звании старший лейтенант, также в Кёнигсберге. Пятиклассник Федор гордится достижениями и подвигами своих родных. При выборе учебного заведения не колебался. Петрозаводское президентское кадетское училище ежегодно открывает двери для 120 новых воспитанников. В этих стенах Федор чувствует себя как дома. На вопросы о любимых предметах отвечает по-армейски, лаконично и сдержанно. Да, я люблю английский и историю еще. Российский офицер, по мнению Федора, должен быть образован, воспитан и обладать набором личностных качеств. Прабрость, мужество и честь. Федор Акатов мечтает поступить в военный вуз после училища и стать пилотом вертолета. Решение молодой человек принимал лично, по примеру старшего брата, который окончил военно-космическую академию имени Можайского в Петербурге. Когда пришел сентябрь месяц четвертого класса, он четко сказал, мама, я поступаю сюда. И мы начали подготовку, сбор документов, сбор всех справок, все. И да, он принял решение, подготовился и поступил. Мама юного кадета, как и положено военной семье, обеспечивает тыл и во всем его поддерживает. Каждый год с мамой Федор участвует в акции «Бессмертный полк» и считает своим долгом чтить память родных, кто защищал Родину. Нашему народу, у нас народ и раме едимы. Мы победим! Ура! 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 Вместе с другими воспитанниками кадетского училища в этом году Федор поздравлял с Днем Великой Победы ветерана Великой Отечественной войны Брагина Анатолия Ильича. Кадеты, затеив дыхание, слушали воспоминания ветерана о событиях, которые он пережил на Огурской дуге в страшных боях на Смоленщине. Анатолий Ильич рассказывал о чувствах, которые испытали он и его товарищи, узнав о победе. Для Федора Акатова судьба ветерана – настоящий пример для подражания. А я вот представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Ну, другие богатством гордились или знатностью. А мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия и взводные. Карельские пожарные борются с огнем в Курганской области. Жители республики приглашают пройти курсы подготовки руководителей походов, а в Петрозаводске чайки нападают на людей. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Коротко». Карельские пожарные помогли спасти от огня поселок в Курганской области. Сейчас наши огнеборцы там же ликвидируют другой лесной пожар, который занимает полторы тысячи гектаров. В Петрозаводске начался ямочный ремонт дорог. Подрядчик устраняет дефекты асфальтобетонного покрытия в тех местах, которые чаще всего фигурируют в обращениях граждан. Жителей Карелии приглашают пройти курсы подготовки руководителей походов. Занятия начнутся 16 мая и продлятся полтора месяца. Все подробности можно узнать в группе сообщества ВКонтакте «Туриада походы по Карелии». В Петрозаводске сотрудники пожарно-спасательной службы предотвратили нападение чаек на людей. Птицы защищали кладку яиц на территории детского сада на улице Ленинградской. Гнездо переместили. Дорогу на выезде из Петрозаводска временно сузили до двух полос. Сограничения связаны с ремонтом дороги на Лесном проспекте и Суаярском шоссе. В Карелии стартовал 10-й юбилейный музыкальный фестиваль «Онега Классик». С гастролями в нашей республике побывал Большой симфонический оркестр имени Чайковского с произведениями русских композиторов Чайковского, Рахманинова и Шостаковича. Коллектив выступил в Кондопоге и Петрозаводске. Мы с большим удовольствием приезжаем к вам играть. Так что я счастлив, и оркестр счастлив, что приехал к вам. Ваши просторы, ваша любовь, ваши улыбки, они помогают нам жить. Заслуженная артистка России Екатерина Мечетина поделилась впечатлениями. Ее приятно удивил рояль и сам концертный зал в Кондопоге. И, конечно же, порадовал отклик публике. Публика очень теплая. Я бы с удовольствием вернулась туда еще раз. Очень горячо кричали «Браво!». Я даже слышала отдельные тембры голосов, которые меня убедили в том, что люди воодушевились. А это всегда самое для артиста приятное. В этом году в программе фестиваля «Онега Классик» авторы разного жанра. 17 мая актер театра имени Вахтангова Евгений Князев прочтет пьесу «Борис Годунов» под сопровождение Оркестра русских народных инструментов. 3 июня в Петрозаводске выступит известный джазовый пианист Данил Крамер. Задумывался фестиваль «Онега Классик» как фестиваль звезд. В рамках него приедут и другие интересные актертисты и коллективы. И мы также задумывали этот фестиваль как фестиваль разножанровый, в котором каждый найдет для себя что-то подходящее ему, по стилю ему, подходящее для его души. Завершит фестиваль выступление Московского государственного академического симфонического оркестра. Фестиваль молодежных и студенческих любительских театров «Т-Арт» прошел в Карелии. Свои спектакли представили коллективы из Санкт-Петербурга, Пензы, Сартовала и Петрозаводска. На проведение фестиваля студенты ПТРГУ выиграли грант-арт-кластера «Таврида». Подробнее об участниках расскажем в нашем сюжете. Молодежный театр «Дети понедельника» и Стартовала один из участников Межрегионального театрального фестиваля. Коллективу 22 года, и он уже не раз становился лауреатом всероссийских и международных конкурсов. На сцене фестиваля в Петрозаводске молодые актеры показали спектакль «Чурдак» о дружбе и взрослении подростков. Из Петрозаводска ребята увезли сразу четыре диплома. Среди них лучшая режиссерская постановка и лучшая женская роль. Но главное для юных актеров не награды, а общение с коллегами. Каждый театр для себя что-то подмечает, поднимает свою планку. Для этого и нужны фестивали, чтобы обмениваться талантами. Межрегиональный фестиваль «Теарт» проводят в Карелии шестой год на площадке Петрозаводского госуниверситета. Его организаторы – студенты вуза, актеры театра «Бест». Среди участников фестиваля не только творческие коллективы северо-запада. Так, Пензенский театр привез хорошо знакомый жителям Карелии спектакль по повести Бориса Васильева «О зоре здесь тихие». Я была первой из классов, кто вышла замуж. И не за кого-нибудь, а за красного командира, героя пограничника. И более счастливые девушки на свете. Ну просто не могу быть! Я бы никогда в жизни не взялась ставить эту вещь. Я потому что настолько люблю фильм, что я не представляла, что это можно поставить как-то иначе, чем этот фильм. Но пришли девочки один в один. Для нас было принципиально именно сюда, в Карелию, привезти именно этот спектакль. Хотя, конечно, его все знают. Участников оценивали члены жюри. Хоть театры любительские требования, как профессионалам. Все то же самое, как профессиональным актерам. Вышли на сцену – отвечайте. От студенческих спектаклей я получаю порой, очень часто, гораздо больше радости, эмоций и сопереживаний, чем когда я хожу в профессиональный театр. Потому что там профессионалы, там я уже примерно все как понимаю, как пойдет. А тут я ничего не понимаю. Как, куда пойдет. Это так здорово. Добавим, что в прошлом году УТАРТ победил в грантовом конкурсе Федерального агентства по делам молодежи. На его организацию выделили 350 тысяч рублей. Юлия Бараева, Александр Колобов, Служба новостей. 53 килограмма любви и дружелюбия. Собака-умка, чья история объединила тысячи людей, ищет хозяев. Татьяна Калиева съездила в реабилитационный центр, где сейчас живет Алабай, и узнала подробности. Иди-ка. Не-не-не-не, не ложись. Давай-давай-давай, не ложись, не ложись, не ложись. Чтобы наработать мышечную массу, умка гуляет 5-6 раз в день. Но обычно прогулки проходят по такому сценарию. Ходит собака минут 10, а потом столько же лежит, набирается сил. Отдыхать необходимо для того, чтобы тонус мышц у нас не превалировал над костями. Для того, чтобы у нас ноги напрягались и расслаблялись, напрягались и расслаблялись. Чтобы у нас не было гипертонуса, и чтобы у нас собака постепенно привыкала к ходьбе. Собака приехала в Петрозаводск пару недель назад и сейчас ищет семью. В ее жизни активно участие принимаются учредители благотворительного фонда «Рекс». Сегодня собака привита и стерилизована, но ей трудно ходить. Поэтому одно из требований к будущей семье – жить не выше второго этажа. На самом деле много звонков поступают, так как видят, что это порода Алабай и думают, что это сторожевая. Вот именно умка собака. Но умка не предназначена для охраны. Она домашняя девочка, пусть и внушительных размеров. Поэтому ей очень хорошо будет жить и в квартире, и в частном доме. И если это вольер, то только летом, когда на улице тепло. В тепле умка должна находиться, потому что сейчас она все еще восстанавливается после жестокого обращения. В октябре прошлого года собаку нашли с множественными переломами и гематомами по всему телу. Сломанные кости животного буквально собирали по частям. А после умку ждал длинный реабилитационный период. Устала немножко у меня, но надо еще немножко поработать. Сейчас умка окрепла и обросла новой шерстью. На ее спасение люди собрали около полутора миллиона рублей. Как рассказывает ветеринар Софья Зотова, умка – собака харизматичная, с характером. Но к ней можно найти подход. Она с большим удовольствием дружит с маленькими собачками. Все то, что меньше 20 килограмм, нас устраивает. Все то, что больше, ну пока не очень. Но она очень дружелюбна в плане того, что если жить с кем-то в доме, она будет с удовольствием жить. Кошку очень любит. Кошки, в принципе, к ней тоже хорошо относятся. И вообще, ну королева, конечно. Конечно, королева. Конечно, любименькая. Конечно, надо, чтобы в доме ее любили. В планах полностью стабилизировать тазовые конечности, чтобы пятилетняя умка могла свободно гулять и плавать, чувствовать себя спокойно и уверенно. Но главная задача фонда на сегодня – найти хозяев, которые подарят умке возможность прожить собачью жизнь в любви и заботе. Всю информацию можно найти в группе благотворительного фонда «Рекс». Татьяна Калиева, Варвара Ермуленко, Служба новостей. И это все новости на сегодня. С вами была Наталья Ильина. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok